Сотрудникам полиции придется выучить новый язык. Знать язык глухонемых правоохранителей обязал приказ главы российского МВД. Как это поможет им в работе и какие еще законодательные инициативы грядут в ближайшее время, в обзорном материале нашей программы. Полицейским придется стать полиглотами. Правоохранители обязали учить язык глухонемых. Среди сотрудников полиции отберут тех, кто будет выступать переводчиками при общении с некоторыми категориями инвалидов. Сегодня есть проблема взаимопонимания. Знание языка жестов, уверены специалисты, поможет на допросах и в случае, когда нужно на расстоянии понимать, о чем говорят глухонемые. Также среди полицейских появятся специалисты узкого профиля, знающие язык тактильного общения со слепоглухонемыми инвалидами. Пенсионеров могут освободить от платы за капитальный ремонт. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают освободить от уплаты взносов одиноко проживающих пенсионеров, которые достигли 80 лет. И семьи из совместно проживающих пенсионеров, из которых хотя бы одному исполнилось 80. По мнению инициаторов, это будет честно, поскольку пожилые люди вряд ли доживут до того момента, когда в их доме будет проведен капитальный ремонт. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий новые штрафы. Разработчики предлагают накладывать пеню за ночные звонки и смс-сообщения. В документе говорится, что причинение беспокойства средствами связи должно быть наказано штрафом до 100 тысяч рублей. Под этим понимаются телефонные звонки и смс-сообщения, в том числе анонимные, с оскорблениями человека, его родственников или с угрозами. А также систематические звонки и смс без намерения осуществить разговор. Авторы инициативы предлагают штрафовать граждан на 5 тысяч рублей, а юридические лица на 100 тысяч. Продолжение следует...